Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Дороги будущего. В Москве проходит международная выставка «Дорога-экспо-2017». Тепло всегда. Районы республики переходят на индивидуальное отопление многоквартирных домов. Теория энергетики. На Учбоксарске открылся энергокласс. Корректировки в программе экономического развития, ужесточение правил заключения контрактов, защита прав несовершеннолетних. Ряд важных законопроектов сегодня рассмотрели члены кабинета министров. Подробности с заседания правительства Дмитрий Ковалев. Круг бизнесменов, которые обязаны подтверждать факт продажи алкоголя в электронной системе ЕГАИС, будет сужен. Отчитываться перестанут торговые точки, куда невозможно подвести интернет. Законом также устанавливается порядок организации и осуществления госконтроля за представлением деклараций об объеме розничества продажи алкогольной продукции. Но это не значит, что организации, которые реализуют свою алкогольную продукцию, выйдут из-под контроля. Мы не будем понимать, в каком объеме реализуется продукция. Мы, тем не менее, ежеквартально запрашиваем, вернее, ведем реестр деклараций об объеме реализованной продукции. В республиканский закон внесут и другие коррективы. Федеральный центр запретил регионам ограничивать время и условия продажи алкоголя в местах общепита. Но все же к бизнесменам в Минейке намерены найти другой подход. Мы в своей программе предусмотрели средства на отбор лицензирующей организации, в части того, чтобы подтверждали нам все-таки статус и в соответствии с нормами СНИПа. Совместно с муниципальными образованиями, с общественными организациями нужно принципиально подходить и защищать интересы у людей. Те пункты общепита, которые работают в жилых многоквартирных домах, они создают определенную проблему. В региональном Минейке также предлагают заложить в бюджет следующего года расходы на оснащение МФЦ. Это часть масштабной программы экономическое развитие республики. По обращению МВД, по предоставлению услуг, выдаче паспортов, водительских удостоверений, в МФЦ Чувашской республики, во всех МФЦ Чувашской республики тоже предусмотрены средства для оснащения сейфов, фотоаппаратов. Кроме того, программа развития субъектов малосреднего предпринимательства тоже увеличена на 22 миллиона. Это 18 миллионов из резервного фонда правительства РФ и 4 миллиона на открытие окон для бизнеса в МФЦ. Члены правительства предлагают изменить и правила заключения контрактов на строительство государственных объектов. Нередко реализация масштабных проектов буксует на этапе подготовки документов. Таких проблем возникать не должно. Очень мало претензий предъявляем к проектантам. Если проектные институты, частные они, полугосударственные, или вообще, как бы сказать, хотят в этой сфере работать, соответственно, они должны качественно готовить документы. Или там список недобросовестных проектантов должен быть, или предприниматели, которые проектированием занимаются. Или, соответственно, кто-то должен вообще привлекаться к уголовной ответственности вместе с теми, кто участвует в этих схемах. Глава региона отметил, что работу проектировщиков необходимо контролировать строже. Ошибки должны быть сведены к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Делегация Чувашия вернулась из Франкфурта на Майне, где прошла презентация торгово-экономического потенциала республики. В ней принимали участие представители деловых кругов, предприятий, которые уже успешно сотрудничают с немецкими промышленниками. О некоторых итогах поездки рассказал министр экономического развития Владимир Аврелькин. С практической точки зрения было подписано соглашение с совместной германной и японской фирмой ADZ Nagano. Это ведущее предприятие Германии, которое занимается производством датчиков. Сегодня подписано с нашей компанией «Каскад», которое подразумевает, во-первых, финансирование разработок. Завтра как раз приезжает директор данной компании подписывает договор о начале разработок на территории «Каскада» совместных датчиков соединителей с последующим пуском серии и передачей этой серии для сборки в Германии, для поставки для нужных железных дорог в Российской Федерации. Я напомню, что у нас на территории «Каскада», вернее, опыт «Каскада» по реализации с немецкой компанией «Вальдмюллер» имеется. И в декабре текущего года будет запущено совместное предприятие на территории индустриального парка. Проведена встреча с крупнейшим банком Германии, Deutsche Bank, по сфере финансирования, кредитования, в том числе и наших крупных предприятий. Это и гормал завод, это и мясопрорабатывающий наш завод Чумахсарский, которые заинтересованы в финансировании проекта. Мы тоже договорились о непосредственном прямом контакте. Я должен буду стыковать их с руководством банка, для того, чтобы они дальше напрямую работали. Наша задача была презентовать и показать, что проекты подобно соответствующим им критериям у нас в республике имеются. Строительство дорог и их безопасность. В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Москве открылась международная выставка «Дорога-экспо-2017». О том, что представляла Чувашская республика на выставке, в нашем сюжете. Коммунальная техника, интеллектуальная и транспортная система, мосты и тоннели. Свои передовые разработки на выставке «Дорога-экспо» представили предприятия 200 компаний из 33 регионов России и зарубежья. Повышенное внимание специалистов было уделено и стенду нашей республики. Он посвящен реализации программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в этом году в Чувашии отремонтировано около 100 километров дорожного полотна. Это город, плюс город Мочепоксарский район и Мордаурский район. Это территория охватывается суток тысяч человек в Чувашской республике. Глава Минтранса России Максим Соколов держит на особым контроле и ход реконструкции Московского моста. Сейчас ремонт моста идет в области второй части и к концу следующего года будет вторая часть заказана. Это был как настоящий национальный народный праздник. Таких мостов мы не вводили лет 20 или 40. Среди экспонатов, мимо которых было сложно пройти, специальные очки виртуальной совмещенной реальности. И это уже не будущее, а наше настоящее. Питерская фирма представила их впервые. Это не чудо на самом деле. Это, так скажем, некое приложение к стандартной визуализации, которое мы представляем обычно заказчику. Которое позволяет послойно посмотреть все проектные решения, которые были применены на этой развязке. И оценить полноту и качество принятых решений. И практически ногами пройти по запроектированной развязке, по путепроводам. Посмотреть комфортность и удобство ее использования. Дорожная отрасль стоит на пороге качественных преобразований. И в этом году объем государственной поддержки составил более 675 миллиардов рублей. То, как сегодня развивается дорожная отрасль, наши федеральные трассы в первую очередь, я уверен, заметно не только в Москве, но и в каждом регионе нашей страны, в каждом области, субъекте, республике, везде, где реализуются проекты не только по приведению в нормативное состояние федеральных и региональных трасс, но и реализуются масштабные проекты по строительству мостов, путепроводов, развязок и снятие других инфраструктурных ограничений. Самые актуальные вопросы дорожно-транспортной отрасли были обсуждены на научно-практической конференции Росавтодора. Кроме этого, в рамках выставки форума проходят круглые столы и семинары. Именно здесь специалисты дорожной отрасли обмениваются опытом и заключают взаимовыгодные договоры. На данной выставке присутствуют практически все руководители наших дорожно-строительных организаций. Они проводят переговоры с поставщиками техники, с поставщиками новых материалов. И надо сказать по тому же проекту «Безопасные и качественные дороги» на дорогах Чувашской республики, на дорогах Чебоксарской городской агломерации. Я думаю, вы видели, какая суперсовременная техника работает. И наши строители используют самые последние, самые современные технологии для того, чтобы дорожное покрытие работало долгое время. Наладить партнерские отношения с нашей республикой планирует и московская компания БИВИ, которая занимается поставкой и внедрением современных технологий в строительстве дорог. Опыт уже есть. В результате переговоров на прошлой выставке дорога мы познакомились с администрацией города Чебоксары и Новочебоксарского. Мы приезжали в гости, сделали презентацию своих технологий, выбрали улицу в Чебоксарах, которые обработали несколько квадратных метров нашим пропичным составом, буквально вручную. Выставка подобного масштаба в Москве проходит в восьмой раз. Здесь представлены самые прорывные разработки в области дорожного строительства. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Про выгоду перехода многоквартирных домов на индивидуальную систему отопления специалисты говорили давно. А с 2013 года перешли к действию. Программа инициативного бюджетирования позволила жильцам более чем 200 домов отказаться от центрального отопления. К примеру, в Батырево не осталось ни одного такого дома. По тому же пути идут и другие районы. В Цивильске более 100 многоквартирных домов. Большая часть из них уже перешла на индивидуальную систему отопления. Жильцы сами проявляют инициативу. Обращались мы к главе администрации. Чувашь, Сельказ, я лично ездил, как комендант дома. Здесь я 90-х годов здесь проживаю. Ну вот, наконец-то, решили этот вопрос. Да, да, где-то я вот 800-900 месяц ежемесячно плачу в зимнее время. А до этого было, где-то морозы, так в зимнее время, где-то около двух тысяч. Очень даже это заметно чувствительно. По подсчетам экспертов, окупаемость вложений жильцов на переоборудование составляет до 7 лет. В зависимости от стоимости самого котла, которое варьируется от 50 до 70 тысяч рублей. А дальше идет только экономия. Мы всячески поддерживаем инициативы наших граждан по переводу их домов на индивидуальное отопление. Специально для этого у нас есть мероприятие по господдержке, программа инициативного бюджетирования. Если жители выходят с инициативой органов местного самоправления по переводе их дома на индивидуальное отопление, соответственно, мы эти заявки собираем у органов местного самоправления и выделяем денежные средства из бюджета республики на реализацию этих проектов. То есть, таким образом, до 80% всех затрат мы можем покрыть из бюджета. У жителей остается всего 20%, ну и, соответственно, котлы. В этом году по программе софинансирования на реализацию программы было заложено 70 миллионов рублей. В районах освоить эти деньги будет проще. Причина – чем меньше дом, тем больше вероятности, что жильцы проголосуют единогласно. В Циевске осталось всего 30 многоквартирных домов с центральным отоплением. Так что впереди немало работы. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. В Канаше возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия «Чистый город» – депутата районного собрания. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. С выше 1 миллиона 900 тысяч рублей он неправомерно направлял на расчеты с тремя контрагентами возглавляемого предприятия, осуществлявшими вывоз твердых бытовых отходов в городе Канаше. При этом в январе-севрале прошлого года он создал такие условия для двух указанных контрагентов, что те, получая частичную оплату услуг по вывозу мусора, были вынуждены отказаться от исполнения договорных обязательств. В итоге единственным предприятием стал ООО «Дорсельстро», учредителем которого и был сам подозреваемый. Если вина будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы. В Новочебоксарске при лицее номер 18 начал свою работу специализированный энергокласс. Он один на всю республику. Занятия в нем помогут сформировать у старшеклассников интерес к инженерной профессии. Подобные классы действуют уже в нескольких российских городах. В Волжском, Угличе, Новосибирске. О первом занятии в репортаже Татьяна Молоковой. Юлия Иванова учится в 10 классе 18-го Новочебоксарского лицея. Рассказывает, что всегда любила физику и математику, поэтому решила, что обязательно будет заниматься в энергоклассе. Проходят темы вузовской программы, то есть такое в принципе не дается в школе, и поэтому это очень полезно для будущего. То есть, допустим, в вузе у меня будет намного проще с этими темами. И сейчас я могу решать какие-либо задачи другими способами. На меня больше повлияла летняя энергетическая школа, в которой я была этим летом. Там нам очень много рассказывали про энергетику, про развитие энергетики, и меня это очень захватило. Для многих именно летняя энергетическая школа стала отправной точкой для занятий в энергоклассе. Своё будущее Юля уже решила связать с энергетикой. А вот Антон Нагорнов пока не выбрал, чем будет заниматься после окончания школы. Но в любом случае знания, полученные в энергоклассе, ему помогают в учёбе. Благодаря энергоклассу мы получили возможность поучаствовать в таком конкурсе, как школа исследователей-изобретателей Юниквант, где мы заняли одно из призовых мест. И за это нам дали бесплатную путёвку в Североссийский детский центр «Океан». Я занимался по направлению биотехнологии, а если быть точнее, то разведением, улучшением технологии по разведению дальневосточных трепангов. За три года существования энергоклассов уже сложилась методика преподавания основных предметов. Людмила Турковская уверена, главное не дать заскучать одним и не отпугнуть других от занятий физикой. Самая-то главная задача физики, преподавания физики, вот я считаю, в первую очередь вот таких классов, это всё-таки показать практическую направленность нашего предмета, показать то, что за каждой задачей у нас конкретная жизненная ситуация стоит, и, соответственно, научить детей находить те явления, те примеры, которыми мы оперируем в быту, в жизни. В программе занятий также знакомство с историей инженерной мысли и гидроэнергетики, гидравликой, гидрологией и геологией, основами технического проектирования и создания прикладных проектов. Ребята посещают также технопарк «Кванториум» и «Чбаксарскую ГЭС». В условиях, когда на предприятиях ощущается нехватка инженерных кадров, занятия в энергоклассах помогут ребятам определиться с будущей профессией и пополнить ряды высокопрофессиональных специалистов. Все они получат сертификаты, которые будут учитываться при поступлении в профильные вузы. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Кондитерская планета 25 лет. Как удается в течение стольких лет постоянно расширять ассортимент, увеличивать объемы производства и при этом сохранять высокое качество продукции, узнаем прямо сейчас. Сюжет смотрите далее. А Ольга Панова с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Кажется, что на этом месте кондитерская планета была всегда. Трудно найти в Чебоксарах ребенка, который бы не попробовал корзиночку или торт-мешутка. Да и взрослые охотно здесь бывают. Во-первых, потому что вкусно. Во-вторых, потому что качество не вызывает сомнения. Я тоже сладкоежка. Я не случайно рассказывал, что я действительно стоял в очереди, и с удовольствием сейчас стою в очереди. И покупаю вашу продукцию. Она очень вкусная, очень мне нравится. Я с удовольствием ел картошку, с удовольствием ел заварное пирожное, которое было еще раньше. С самого начала в кондитерской планете решили во что бы то ни стало сохранять лучшие гастрономические традиции. Хотя это оказалось непросто. Ты не можешь принять любое сырье, которое сегодня есть на рынке. Тебе приходится мало того выбирать. Более того, ты должен покупать то, что дороже. И это, конечно, отражается на конечном результате, на себестоимости, на рентабельности. Иногда бывает это более трудоемкое сырье. Но мы все-таки привыкли и считаем, что все-таки важнее здоровье человека нет ничего. Никакие деньги, никогда ничего нельзя сравнить с тем, что то, что ты производишь, это полезно. Вторая отличительная особенность продукции от кондитерской планеты – уникальный дизайн. Все, что делается на этой кухне – торжество кондитерской мысли и кулинарной архитектуры. Иначе не назовешь. Это подтверждают и многочисленные награды всевозможных конкурсов – российских и зарубежных. Они показали достойное участие в Германии, город Эйфорт. В Лексенбурге показали, где заняли золотую медаль. В Греции две золотые медали они заняли свои произведения. Ну, дважды ездили в Эйфорт тоже, не с пустыми руками. То есть показывали все лучшие и лучшие тенденции мирового искусства в кондитерском изделии. Сегодня в ассортименте вкусные съедобные шапки, горшки с цветами, платья, сумочки, вышитые салфетки. Законодателем кондитерской моды планеты считается по праву. В Чувашии лишь 23 специалиста имеют престижное звание мастер-кондитер Российской Федерации. И восемь из них воспитали здесь. Субтитры создавал DimaTorzok